Хао, бледные лица! Сегодня я буду втирать свою точку зрения вам по поводу ножа для выживания. Полазив по форумам и посмотрев на ютубе несколько роликов, ну несколько, довольно-таки большое количество роликов, я понял, что люди ножи делят на три типа. Типа городской, для леса и для выживания. Но я думаю, это совсем люди, которые никогда не относились никаким боком к выживанию. Значит, экстремальная ситуация случается тогда, когда вы вообще не ждете. А ситуация выживания может создана быть искусственна. То есть вы делаете какой-то для себя сценарий, вы выходите на улицу, в лес, на свалку, в пустыню, куда угодно. В городских условиях вы создаете для себя сценарий, и по этому сценарию вы оттачиваете свои навыки. В этих сценариях вы должны определиться с тем, что какой и какой вы навык хотите отточить. Либо что-то узнать новое, кого-то перенять, либо, опять же, возвращаясь к тому, что отточить свой навык. Итак, что же такое нож для выживания? Ну, например, я думаю, уже все об этом знают, что нож для выживания, это тот нож, который оказался у вас в кармане. Я однажды был свидетелем аварии, когда перед нами машина просто так вот взлетела, перевернулась на 360 градусов и упала на крышу. То есть я уверен, что мало кто знает, что единственное стекло, которым можно будет разрезать, например, ремни безопасности, это зеркало заднего вида. Все остальные стекла в машине, они каленые, то есть они разбиваются на маленькие кусочки, ими разрезать ничего практически невозможно. Но, чтобы обладать этими навыками, вы должны немножко этим интересоваться. Итак, я не думаю, что вам нужно рассказать о том, что любая железяка, которая у вас окажется в кармане, на данной ситуации, например, в автокатастрофе, у вас этот нож окажется ножом для выживания, будь то лидерман, будь то эндуро, либо что-нибудь другое. Итак, давайте теперь рассмотрим, что такое лично я, как считаю, что такое нож для выживания. Значит, кто хоть как-то каким-то боком относится к выживанию, либо пытался этим заниматься, либо просто очень усердно следит за обновлениями на форумах, должен знать, что любая сталь пускает самая оговенная. Я не говорю уже о каких-то брендах, типа как 80А13МВИ, да, и вообще вот именно какой-то кусок забора держит заточку лучше, чем заточенная кость, либо остро сколотый камушек. А теперь я хочу немножко коснуться брендов, то есть нож, который выпускается, сейчас вам кое-что покажу, под названием, например, Сюрвиво, как это делает Герберсбир Грилсом. Все это, ребята, конечно же, бренд, и я знаю, что есть люди, специально выбирая себе нож для выживания, считая, что говеный нож, он не подходит для выживания, а какой-нибудь нож за 300 баксов, например, Бак Ривер, да, плюс пересыл там 300 баксов, да, грубо говоря, плюс пересылка, вот такой нож, он как бы именно реально крут, и с таким ножом, да, реально выжить можно. На самом деле вы выживаете с ножом, например, в одних трусах, да, и с ножом, но я не думаю, что у вас есть какой-то шанс, что вы именно этим ножом спасете себе жизнь. На самом деле все зависит от вашего умения и опыта. Если вы опытный человек, да, вам даже поможет какой-то остро заточенный камушек сделать какие-нибудь, например, ловушки для зверя. Итак, вернемся, пожалуй, к брендам. Я когда начинал немножко интересоваться выживанием и вообще какими-то туристическими походами, я приобрел у себя такой вот нож, это как бы реплика на Антария Аэрофорс. Я тогда очень сильно плохо, ну или мало разбирался в ножах, и этот нож полюбил. Я сначала по картинкам, а потом в каком-то туристическом магазине я вот перепутал с оригиналом. И он был, он перебретен за какие-то там копейки, там 10, 15, 20, 30 баксов, например, да. Этот нож со мной отходил, ну давайте, чтобы не соврать, ну скажем, года три. Вот таким ножом я резал, колол, копал, что я только им не делал. Давайте я вам покажу, что за чудо-нож, который я считаю, что это нож пригоден для выживания. Значит, сталь здесь нового нейм, какой-то кусок забора. А теперь давайте скажем, что если бы этот нож был за 300 баксов, вы копали бы им какую-то яму. Ну, я думаю, скорее всего, вы грызли бы ее зубами, либо копали ее ногтями, чем своим бакривером рыли бы яму, например, для костра, либо для какой-то ловушки. Этот же нож именно очень удачно выполнял все эти функции. Сталь очень мягкая, затачивается она элементарно на любом кирпиче. То есть, порубили ветки, немножко подсадили свою режущую кромочку, достали отсюда брусочек и очень-очень быстро вы заточили свой режущий инструмент. Ну, а теперь давайте вернемся к тому же вопросу, стоит ли покупать себе какой-то нож за 300 баксов и носить его постоянно в рюкзаке, боясь им что-то там порезать, либо вичный раз затупить его. Потому что там какая-то будет суперсталь, которая просто в турпоходах заточить. Ну, просто нереально, если у вас не будет с собой какого-нибудь алмазного брусочка. Ну, а теперь я хочу вам сказать, что не заморачивайтесь по поводу выбора своего ножа для именно выживания. Потому что я вам уже сказал, что любая заточенная железяка, будь то самая любая простая консервная банка, намного лучше и качественнее держит режущую кромку, будь то кость, либо кусок какого-нибудь остросколотого камушка. Так что, ребят, не ведитесь, пожалуйста, на все эти разговоры ножа для выживания. Просто вы думаете своей головой, выбираете нож под себя и знайте, что не нож спасает вам жизнь, а ваши навыки и опыт. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!